Среди нескольких вопросов Плод рассудочной нечистоплотности говорит, что отсутствие истины и есть единственное истинное утверждение На самом деле истины нас окружают везде Истина того, что мы живем Истина, что этот мир не иллюзия нашего сознания, а действительно существует В конце концов истина, что дважды два – четыре Но почему же таким притягательным остается взгляд скептика? Почему так и тянет сказать Эти истины есть, а той самой истины нет? Узнал ученого ответ Что не по вас, того и нет Что не попало в ваши руки противно истинным науке Чего ученый счесть не мог, то заблуждение и подлог Когда мы вслед за Понтием Пилатом задаем вопрос Что есть истина? Мы говорим не о правильности математических аксиом, а о чем-то ином Разве разбросанные повсюду многообразные истины не выстраиваются в единую цепочку В крепкую нить, плетущую какой-то неведомый узор И, быть может, узор со смыслом Только вот кто его плетет? Да и приятен ли глазу будет этот узор? Может, пусть лучше сама наша жизнь, как она есть Со всеми светлыми и неприглядными сторонами И станет челноком истины, снующим взад, вперед Рисуя карту нашей судьбы Ведь тогда не будет малодушного желания скрыться От пугающей своей категоричностью истины с большой буквы Потому что, если она есть, она имеет непосредственное отношение к каждому человеку Ответ мы слышим из уст блаженного Августина Любя что-то другое, неистинное Люди хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной Поэтому они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной Само слово истина происходит от глагола быть Истина – это естина То, что действительно есть Но о чем можно сказать, что оно действительно существует? Ведь у любого предмета или явления есть свой источник Ничто не самобытно в этом мире Только тот, кто сам первоисточник всего бытия Может о себе самом сказать, что он есть Когда на горе Синай сквозь громы и молнии Моисей слышит голос Бога И он говорит ему «Аз, есмь, сый» То есть «я есть тот, кто есть» Он слышит голос самой главной истины Но доступна ли эта истина с прописной буквы для каждого из нас? Чтобы прийти к истине, пишет священник Павел Флоренский Надо отрешиться от самости своей Надо выйти из себя А это для нас решительно невозможно Ибо мы – плоть Но как же в таком случае ухватиться за столб истины? Знаем только, что сквозь зияющие трещины человеческого рассудка Видна бывает лазурь вечности Это непостижимо, но это так И знаем, что Бог Авраама, Исаака, Иакова А не Бог философов и ученых Приходит к нам Приходит к одру ночному Берет нас за руку и ведет так Как мы не могли бы и подумать Истина, как ее видит христианское откровение Это вовсе не какой-то бессмысленный и безразличный закон бытия Огромного часового механизма под названием Вселенная У истины есть свое лицо Ее глаза пристально смотрят в человеческие сердца Осталось ли в них еще хоть что-то, сродное с ней? Ее взгляд строг, но любящ Ведь у истины человеческое лицо Это лик Бога-человека Христа Истина – это незабвенность, не слизываемая потоками времени Это твердыня, неразъедаемая едкою смертью Это существо существеннейшее, в котором нет небытия нисколько И эта истина рядом Она никогда не иссякнет Несмотря на то, что множество лжи истин Стараются ее заслонить Каждая из них пытается внушить Что она-то и есть та самая Единственная истина бытия Только бы не устать отыскивать в хаосе лживых дел и слов человеческих В этом смешении правды и лжи Ту живую истину, которая одна и может спасти Смотрю на море жадными очами К земле прикованной на берегу Стою над пропастью, над небесами И улететь к лазури не могу Не ведаю восстать или покориться Нет смелости ни умереть, ни жить Мне близок Бог, но не могу молиться Хочу любви и не могу любить Я к солнцу, к солнцу руки простираю И вижу полок бледных облаков Мне кажется, что истину я знаю И только для нее не знаю слов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok